Добрый день, друзья! Сегодня мы сравним две напольные акустические системы, которые примерно одинаково стоят. Это DALI Rubicon 6 и Polk Audio Legend L600. Часто возникает вопрос у пользователей, какую систему из двух паритетных выбрать. В этом случае при примерно одинаковых габаритах, даже внешнем виде, классика почти что. И цене, тоже примерно одинаковой, конструкции обладают разительно различной конструкцией. Ну не то чтобы разительно, может я перегнул, но просто каждая из них напакована некими инновациями, которые призваны сделать звучание этих систем, конечно, более качественным, но и продлить опыт, приобретенный этими фирмами. Фирма, как мы понимаем, известная, опытная, продлить, развить опыт этих компаний в разработке, ну в основном, конечно же, излучателей, ну и концептов, как, например, PowerPort. Вот. Что можно сказать? Можно сказать, что у каждой из этих систем есть свои фирменные фишки. Ну, начнем с Дали Рубиконов, например. Там используются уникальные диффузоры, которые мне лично очень понравились, в том плане, что материал такой натуральный и фактурный. Он прям создает легенду, что это должно звучать здорово, узнаваемо, четко и нейтрально. Ну, это основное то, что я ценю в музыке, допустим, в звучании. Среднечастотного динамика у этой модели Дали нет, зато у нее есть составной твиттер, который делит задачу воспроизведения высоких частот на две части. Первый классический твиттер купленный, который, опять же, с ожидаемым результатом воспроизводит звук в своем диапазоне частот, напомню, это 2600 Гц. А второй супер твиттер, ленточный динамик, подхватывает на 14 кГц и как бы закрывает вопрос. Он закрывает вопрос в двух аспектах. Первое – это диаграмма направленности, у него более широкая, чем у купольника, более равномерная, скажем так, дисперсия. И второе – это, конечно, линейность. То, что я рассказывал в выпуске о том, зачем нужно выше 20 кГц. То есть, как бы оно и не нужно, мы его не слышим. Я 20 раз уже это повторял, а пользователи все равно как-то перекручивают этот вопрос, перезадают его вновь и вновь. Мы не слышим выше 20 кГц. В треках, которыми мы пользуемся, их вообще нет. То есть, вообще, они обрезаны. Но излучатель должен обладать запасом линейности для того, чтобы реальные звуковые частоты, там, 8-12 кГц, воспроизводить ровненько, чётко, с минимумом искажения. И вот купольные твиттеры этим, ну, страдают относительно, а ленточные твиттеры этим относительно не страдают. Таким образом, в составном твиттере для Ли учтены все эти моменты, и вторым с половиной, так называемым, порядком, сверху этот вопрос закрывается. Вот. В то же время, басовая секция, состоящая из двух басовиков одинакового размера, тоже делена. Делена один динамик воспроизводит до 800 Гц, обрезается, а второй воспроизводит до 2600, чтобы его дальше перехватил твиттер. В связи с этим чувствительность этой системы невелика. 88, по-моему, с половиной децибел на ватт на метр, но у конкурента, с которым сегодня мы скрестим эту модель, скрестим копия, в смысле. У Paul Caudio Legendal 600 она еще ниже. У нее вообще 86 дБ, что, в принципе, уже можно считать такой тугенькой системой, которая требует усилителя помощнее, и несколько другой подход. И несколько отличается звучание. Оно не столь открыто, но зато он очень линейный, равномерно, в частности, вот по низким частотам, теми же двумя, такими же двумя, вроде бы, по размеру басовиками, они закрывают больший диапазон, там, от 28, допустим, Гц. Надо ли это? Нет, не надо. Это тоже не надо. В этом никто не играет, ребята. Но там есть тот же самый запас, только уже в басовых динамиках, в низкочастотном диапазоне. Он тоже очень нужен для того, чтобы неравномерности начинались, ну, поршневого режима, были сведены к минимуму в реальном басовом диапазоне частот, который нам очень необходим. Что еще можно сказать? Частота раздела полос у этой системы 410 Гц. То есть басовые динамики лишены необходимости отрабатывать голосовой диапазон повыше, инструментальный диапазон. Это все отдано специализированному среднечастотному 5-дюймовому динамику с тем самым нечетным числом шейпов. Если вы помните, в обзоре я о них рассказывал, задавал вопрос полком, и они мне на него ответили. И мы вроде бы внесли ясность, что да, это имеет смысл. Так вот, вот вам инновация. То есть вот таким решением закрыли вопрос с 410 Гц до 2900. 2900 там подхватывает, ну, тоже не обычный купольный твиттер, допустим, а ринг-радиатор. То есть тоже специализированная, несколько иной технологии, чем обычные серийные твиттеры, динамичек, излучатель, который тоже очень оригинален, и от него тоже можно ожидать каких-то музыкальных откровений. То есть от каждого звена здесь можно ожидать этих откровений. Например, даже басовый диапазон частот, два вуфера по 7 дюймов, имеют всего 86 дБ общей чувствительности. Это значит, что их специально пригасили с тем, чтобы лионализировать, чтобы сделать ровную отдачу. И эти колонки могут иметь даже мониторное звучание, которое тоже в одном из своих видео «Отличие мониторов от колонок домашних аудиосистем». Как-то рассказывал, ну, это моя точка зрения, хотя она базируется на определенном опыте, я как бы всю жизнь этим занимаюсь и потратил время на изучение вопроса. И просто делюсь с вами своими соображениями. Короче, сегодня два концепта встречаются, которые, если глядя из космоса, со стороны очень похожи. А вот мы с вами разобрали, у них ни одного компонента одинакового нет. Все решено по-разному, сделано. И это дает нам с вами шанс получить творчески интересное сравнение. Прошу вас высказаться в комментариях на то или иное... Я уверен, что результат будет притетный примерно 50 на 50. Мне так кажется. Обычно так и бывает. И вообще, вот эти вот батлы, друзья мои, которые я провожу, некоторые ругают, что я вот там много внимания уделяю Edifier, например. Но мне другие просто фирмы не дают свои колонки для теста. Что я могу сделать? А у Edifier огромный ассортимент. И на сравнении разных пар этих колонок я пытаюсь вам показать и объяснить, как влияет та или иная особенность, конструктивная особенность колонок на результат, на звучание. Чего от них можно ожидать? То есть, я 20 раз могу сравнивать одну и ту же какую-то недорогую модель вот этих вот активных колоночек с другими разными моделями. И 20 раз по-разному вам буду рассказывать, что это значит. Но до сегодня не об этом. Сегодня у нас серьезные бренды, серьезные акустические системы, которые стоят довольно дорого, скажем. И есть смысл просто насладиться этим звучанием. Конечно, набор треков примитивный в MP3, который скормил мне YouTube для того, чтобы я проводил эти тесты, лицензионно свободная. Во-первых, лицензия. Во-вторых, через канал YouTube это проходит, не пойми как. Ну, то есть, пойми это, я утрирую, конечно. И третий, это ваша контрольная аудиосистема, на которой вы будете это слушать. Маловероятно, что она отвечает требованиям классу вот этих рассматриваемых систем. Поэтому вы можете услышать только характерное различие, и что архиважно при прочих равных условиях. Вот, поэтому давайте-ка послушаем, сделаем свои выводы. Друзья, пока, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»